всем привет рада быть в эфире сегодня мы с вами поговорим о 3 человеческих инструментов существовать в этом мире жить и вообще что-либо делать я подожду пару минут буквально пока мы все подключимся поздороваемся друг с другом всем привет всем привет сейчас немножко подождем пока мы все подключимся рада быть на связи в общем сегодня я хочу с вами поговорить о трех инструментах которые дал нам всевышний для того чтобы существовать в этом мире и как вы уже наверное догадались это мысль речь и действие именно своими мыслями своей речью и своими действиями мы можем изменять и вообще существовать в этом мире теперь речь именно речь она отличает нас от всех животных вот и всех живых скажем так существ и так мы друг друга понимаем и даже заглядывая в тору всем шалом даже заглядывая в тору мы можем увидеть как всевышний он сотворял мир именно своей речью как сказано и сказал всевышний да будет свет и был свет и сказал всевышний да будет суша и воды и были суши и вот да сказал всевышний что появились светило и они появились то есть только речью всевышний создавал этот мир да и слава богу бархашем всевышний наделил нас способностью тоже использовать речь в созидании в сотворении всего что нас окружает да более того мы видим по примеру адама который в райском саду сказано что всевышний ему сказал это все принадлежит тебе называй и он назвал например собака калев близко к сердцу и он сам называл и давал вещи с вещам свои имена вот и кстати сама тора это сама тора это тоже как речь всевышнего к нам как инструкция как нам жить вот более того слово само слово да одно оно настолько мощное и сильное что она во первых может изменить вообще все человеческие отношения которые у нас есть да либо в лучшую сторону либо в худшую слову сторону только одним словом можно либо испортить либо наоборот создать что-то нечто прекрасное да только одним словом можно поддержать вот просто все че да только одно слово теплое говоришь все человек уже вау вот это ты классный вау вот это вот ты только одно слово вот это вот слово это мощный инструмент который нам помогает жить рассказывается история про большим того как однажды он сидел в молильном зале в синагоге и читал что-то и вдруг он слышит как один еврей кого-то проклинает то он мне не то дал то я его разорву вот пусть увидит как я его камнем закидают а его надо вообще камнем закидать в общем не дай бог это я ни про кого не говорю да и он так сказал и большинтов сразу же встал попросил всех учеников встать в круг попросил положить руки вот так на плечи друг другу и все закрыли глаза и вдруг они видят картину как этот человек в него бросает камни как его разрывает они аж все испугались такие что вы увидели что мы увидели и большинтов сказал посмотрите какая сила слов как в этом мире казалось бы ну какая разница ну я сказал и что такого ну сказал а в другом мире слов духовном ты убил ты проклял я не знаю ты сделал ужасную ужасную вещь поэтому именно из этой истории мы видим насколько велика сила слов насколько словами можно ранить излечить да убить я не знаю поддержать даже на примере деток когда мы воспитываем детей да они дети к примеру не слушаются да они знают что они могут ну они могут слушаться нас но все то что они дети они у них своя фантазия своеображение мы помним как мы им были маленьким них другие понятия про что правильно что нет я хочу у них больше да и когда ребенок что-то делает не так когда родитель вот в этот момент это важно вот поймать себя я сейчас хочу покалечить своего ребенка слова или я хочу ему помочь поддержать его то есть не надо говорить ты что я же тебя сказала понятно что у нас у всех бывают эмоции я тоже иногда могу на ребенка крикнуть но смотрите как иудаизм предлагает разрешить эту ситуацию там например мэндалл ты такой мальчик я не ожидала что ты так сделаешь плохо я не ожидала от тебя что ты скажешь такое плохое слово как ты можешь вообще так сказать то есть есть разница когда ты просто говоришь ужас фуг то как ты посмел то есть мы уже уничтожим унижаем ребенка как ты посмел в смысле как он посмел ну посмел, как ты посмел такое сказать, я разве разрешала, или же я не ожидала, что ты такое скажешь, потому что ты, ты хороший мальчик, ты умный мальчик, тебе это не идет, или там, ну, в общем, когда мы делаем человеку, опа, человек уже понимает, ага, значит, я лучше, а зачем я действительно так делаю, и ему уже начинает казаться стыдно, то есть есть разница, мы раним словом или исцелим его, да, вот, и еще рассказывается одна история, как Рэбе Леви Ицхак, он шел в синагогу на Йом-Кипур, и он встретил какого-то еврея с сигаретой во рту, и тот ему говорит, привет, здравствуй, а ты что, не знаешь, что сейчас Йом-Кипур? Тот такой, знаю, а ты что, не знаешь, что обычно все евреи собираются в синагоге? Знаю, а ты что, не знаешь, что в Йом-Кипур нельзя курить? Знаю, и тогда Рэбе Леви Ицхак не начал его критиковать и что-то говорить, он сказал, Всевышний, посмотри, как святы твои дети, этот человек всегда говорит правду, и он так, у него аж выронилась папироса, он такой, ну да, а, ну сегодня Йом-Кипур, пойдемте, я с вами пойду в синагогу, то есть, видите этот подход, как Рэбе Леви Ицхак он сделал, да, он не начал унижать человека, уничтожать его словами, он начал, ты видишь, Рэба, в нем есть что-то, ты видишь? Да даже нам, когда нам говорят, вот ты, когда нам говорят комплименты, когда нас исцеляют словами, вот просто, давайте вспомним, как это, то это нас очень сильно поддерживает, вот, поэтому я просто, сегодня у меня эта тема актуальна, сила слов, я не могла не поговорить с вами, потому что обычно мы здесь обсуждаем все, что касается нашей жизни, а слова это инструмент вообще для всей жизни, для всех нас, поэтому давайте не забывать силу слов, лечить словами друг друга, поддерживать словами друг друга, и стараться создавать все вокруг нас, только к добру, вот, всем спасибо большое за урок, и я желаю каждому из нас много положительных классных слов, много поддержки от близких, и чтобы мы являлись поддержкой друг для друга, всем пока!